Мы залезли в кроличью нору и нужно все перестраивать под новую реальность, которая мне лично сильно напоминает картины Сальвадора Дали. Первое, с чего я бы начал, это поиск альтернатив привычным инструментам, которые в ближайшее время могут быть заблокированы как снаружи, так и внутри России. Self-hosted в данном случае наше все, поэтому сегодня об альтернативе Zoom под названием BBB, то есть BigBlueButton, у которого есть возможность размещения на собственном сервере. С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий с безальтернативной надеждой, что все в конечном итоге будет хорошо. Большая голубая кнопка, сервис опенсорсный, бесплатный, но на их собственном сервере сейчас существует ограничение в 60 минут на конференцию и запрет на запись, о чем, собственно, говорит вот эта красная плашка вверху. Она же поясняет, что связано это с большим наплывом посетителей. Подтверждаем почту и заходим в аккаунт. Итак, тут у вас есть ссылка на комнату и возможность ее запустить. Почему-то сейчас у меня это называется присоединиться, но вообще тут должно быть написано старт. Стартуем. Разрешаем доступ к микрофону. Проверяем, работает ли. Окей. По сути, BlueButton это Zoom, но приложение в отличие от Zoom браузерное, то есть устанавливать ничего дополнительно не нужно. Вы можете установить его на собственный сервер, но можете работать и у них на сервере, причем абсолютно бесплатно. То есть зарегистрировались, запустили комнату, скопировали ссылку, например, вот здесь в общем чате, отправили любым удобным способом, дождались, когда в комнату зайдет приглашенный, общаетесь. В моем случае с Натальей. Вот это вот мигание вверху указывает, что мы уже что-то друг другу говорим. Мы действительно сейчас общаемся, но содержание разговора вынесем за скобки. У нас тут есть общий чат, то есть содержание переписки видят все в комнате, приватный чат, об этом позже и общие заметки. Вообще приложение, насколько я знаю, разрабатывалось для учебных заведений и функционал тут по сравнению с Zoom расширенный. Общие заметки могут быть удобны не только в рамках учебного процесса, но и в рамках любой деловой встречи. Так, это у нас доска. Ее можно отключить. Ну и стандартные кнопки управления. Включить-отключить микрофон, отключить звук и настройки выходного сигнала. Кстати, микрофон он не предлагал настраивать, возможно потому что он у меня сейчас в системе только один. Вернемся в конференцию. Есть возможность включить веб-камеру. Привет из солнечной Варшавы. Три дня назад приветствовал бы вас из солнечного Еревана. И возможность расшарить экран также с выбором того, что именно расшаривать. Если уберете приложение в трей, расшаривать он ничего не будет. Имейте в виду. Расшаривается только когда приложение активно. То есть вот в таком виде. Перестали расшаривать. Ну и собственно все. Можно поднять руку. Вот сейчас Наталья поднимает руку. Можно опустить все руки. Это уже вы можете сделать. И по каждому пользователю в комнате у вас как у модератора есть настройки. Ну то есть вы как владелец комнаты можете сделать с пользователем что-нибудь. Например, отключить ему микрофон. Либо начать с ним приватный чат. Вот это прямо-таки удобная функция. Содержание приватного чата видно только вам, сколько бы людей в комнате не находилось. Что еще мы можем? Дать право рисовать на доске. Доски у нас тут пока нет. О! Наталья ответила мне в приватном чате love. Не знаю, что это значит. Так, а тем временем у нас в комнате появился некто Сергей. Третий, так сказать, участник. Зашел он, кстати, с мобильного. Также просто через браузер, ничего не устанавливая. Что мы можем еще? Мы можем, например, повысить Наталью до модератора. Тут, как ни странно, модератор по статусу выше, чем ведущий. Модератор – это практически владелец комнаты, причем равноправный с вами. Он может вас понизить до участника, поэтому сработаем на опережение и понизим до участника его. Аватар у Наташи меняется с квадратного на круглый. А потом назначим ее ведущим. У ведущего есть ограниченные права, вообще только одно право – он может разрешить кому-то рисовать на доске. А Сергей, например, исключим. Причем можно заблокировать его, но я не нашел, как его потом разблокировать. Поэтому блокируйте только тех, кого блокируете навсегда. Так, ну и тут у нас есть доска. Я тут уже что-то рисовал, но сейчас рисовать не могу, потому что я не ведущий. Тут либо Наташа должна дать мне право рисовать, либо я сам могу назначить себя ведущим. Сейчас напомню, я модератор, а значит у меня есть максимум прав. Ну и тут у нас появляются настройки доски, что вы тут рисуете и как. Не буду про это рассказывать. В целом все примерно так, как и везде. Ну и все. Пообщались и завершили конференцию. Заново запускаете конференцию вы отсюда, с главного экрана. У каждой комнаты постоянная ссылка. Сейчас у нас комната одна, но можно создать их несколько. Тут настройки комнаты. Надо бы, конечно, про это рассказать, но, честно говоря, пора уже заканчивать. По реакции, а именно количеству лайков и комментариев пойму, стоит ли делать продолжение. Вот в продолжении уже расскажу о настройках, о том, что осталось за кадром и, главное, о том, как установить большую синюю кнопку на собственный сервер. Кстати, следующим письмом после подтверждения регистрации от BBB было письмо от моего хостера, где сказано, что большая синяя кнопка устанавливается у них на VPS автоматически, подобно WordPress. Вот вам и еще один плюс. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.